Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Ну что, ваша любимая рубрика покупки в Альберис за октябрь месяц. Первая покупка была магниевая соль. Решила попробовать 3 килограмма 208 рублей. Ой, еле доперла на пятый этаж вот эту соль. Вот три вас сейчас буду скрывать. Пришла быстро, через один день. При вас сейчас все откроем. О, господи. Посмотрите, она еще в пупырку. Но пупырку мы оставляем, потому что я иногда ВИТО что-то отправляю. Ого. Посмотрите, еще в пупырку вот эта упаковка. Сейчас я открою и покажу. Ну, упакована очень хорошо. Это не реклама, покупала за свой счет. Это Брэндекс. Магниевая соль для ванн. Польза в натуральном виде. 208 рублей. Очень хорошая цена. Так. 08.06.2023 год. Принимать ванную 20-30 минут. 4-5 медных ложек. И здесь подарок должна быть внутри ложечка. Она есть. Я открывать не буду. Она мелкая. Буду пользоваться, скорее всего, я и муж. Она помогает расслабить. Если у вас спина болит, позвоночник. При артрите. Если у вас мало ли ноги болят. Можно использовать эту соль для ванночек. Рук именно. Она может после ванны немножко подсушивать кожу. Ну, выливаем лосьоном или крем-гелем. Увлажните ее. Не знаю. Буду пробовать. Потом вам расскажу. 24 месяца вскрытия. Делает это у нас город Самара. Ну, решил попробовать. Кто пробовал, как вам магниевая соль. Я знаю, в санатории используют магниевые соли. Ну, за 208 рублей. 3 килограмма. Я считаю, это шикарная покупка. Вот. Ну, тяжелая. Ой. Мне кажется, порошок этот легче. Следующая покупка. Это контейнер для пластинки, для протезов. 177 рублей. Разные цвета сейчас появились. У меня решила заказать тетя. Вот я ей передам. Они сначала думали, да. Вот у меня мама пользуется таким. Может быть, знаете, там есть подороже. С такой белой сеточкой. Типа можешь корегу, да. Вот эту шипучую такую таблетку для очищения. Но кто-то писал, что не очень. Проливается. Но если вы едете отдыхать, куда-то, да. Положить. Не в стакан. Ну, всякое бывает, да. Вот я решила ее взять. Он последний оставался. А потом на следующий день они поступили. Но на зеленый цвет любят. Вот. Так что присмотритесь. Тоже вот такие вещи. Удобные, полезные. Бывают на Валберес. Ссылочки, конечно же, в описании. Следующая покупка на Валберес. Это вот такие штанишки. Может, кто-то посчитает, что, знаете, можно летом ходить. Там на дачу. Не знаю. Но я брала мужу для дома. Он еще пока не мерил. Я хочу подарить ему. Стоили, ну, не знаю, 556 рублей. Но цена сейчас растет. Там 607 рублей. Там разные расцветки. От 48 до 54, 56. Я взяла 50XL. Нитки особо не торчали. Швы более-менее. Вот. Сейчас посмотрим. Я боюсь, что, может быть, маленькие будут. Ну, вот так они. Простые, обычные. Он не любит свободные. Ну, чтобы слишком свободные. Он немножко в обтяжку любит. Вот, ну, посмотрим. Померит. Но, смотрите, в чем прикол. Размерная таблица. На сайте пишут, что XL 50 это идет на, ну, как бы, 50. А здесь, видите, 50XL на 46-48. Какое-то несоответствие. Так что я рекомендую брать на один размер больше, наверное. Вот. Просто один раз я взяла на один размер больше, 52-й. Ну, сказала, с чем такие большие. Вот. И прикол в этих штанах. Я в шоке была. Я написала продавцу. Карман. Видите, подкладка коричневая. Да? Ну, дома ходить, а другая розовая. А он ненавидит розовый. Вот. Сто процентный хлопок. Ну, понятно, что это товар рыночный. Клинов. А, даже телеграм есть. Ну, надо в телеграм 40 градусов стиска. 30 полиэстер. А на сайте написано сто процентный хлопок. Какое-то несоответствие. Вот. Ну, надеюсь, ему подойдет. Так что, как бюджетный вариант, за 560 рублей, нормально. Видео покупки Valberis. Следующая покупка. Я закончила пить предыдущий коллаген, BioBat. Но сейчас на Valberis он не представлен. Представлен на озоне. Ну, неплохой коллаген, но плохо растворялся. Я не стала брать, взяла другой. Вот такой. Он, цена, знаете, как... Ну, 178 до 200. Шел с Краснодарского края. Там огромное количество вкусов. Я взяла с апельсином. Смотрите, его надо принимать с витамином С. Здесь ложечки нет. Он пришел полностью запечатан. Ну, 4-5 дней где-то шел. Если вы готовы подождать, то это нормально. 150 грамм. Ну, вот такой упаковочки мне хватает на месяц. Коллаген надо принимать, ну, желательно 3 месяца, потом перерыв. Ну, или на постоянной основе, например, там, в осенний-зимний период. Коллаген нам помогает для волос, для ногтей, для суставов, для кожи, для упругости, для омоложения. И этот коллаген, я прочитала, что он даже помогает для поддержания веса. Ну, там вкусы очень большое количество. И персик, и яблоко, и груша, и обычный коллаген. И типа как сметана. Хорошо растворяется. Приятный на вкус. Вот этот мне больше понравился. Ну, я буду разные пробовать, тестировать. И я заметила, что у меня нет сухости кожи. Ногти очень быстро растут. Но у меня они сами по себе росли быстро. Ногти быстро растут, волосы растут. И качество волос даже лучше стало. Я принимаю, потому что у меня часто кожа сохнет. Ну, и, конечно, меньше... Ну, суставы у меня не болели. Но мне кажется, он как-то работает, этот коллаген. Вот. Изготовлен он 16.06.23. Действительно, 16.06.25. Внутри была записочка, что типа если вы напишите отзыв, то 200 рублей получите. Ну, это бред, мне кажется. Коллаген говяжий. Вот так он выглядит. За 30 минут. Ну, лучше, конечно, утром его применять. За 30 минут. Вот, я уже привыкла, пью, меня пока устраивает. Но это уже второй месяц сейчас идет. Обычно я люблю весной, осенью. Вот такой он. Хорошо растворяется. Сейчас скажу. Вот такой порошок. Ну, таким ничего. Ну, на него хорошие отзывы. И бюджетная цена до 200 рублей на месяц, упаковка. Вот. Я знаю, что другие блогеры там постоянно... Кэфер-Кэфер, да. Рекламируют по Баттеру. Вот. Ну, я беру такой. Вот. Кто пробовал, пишите, как вам. Так, следующая была покупка. Это ополаскиватель для рта. Я взяла его один. Была большая скидка. 168 рублей. Он есть на Озоне и на Валбере. Ссылки тоже оставлю. Свежее дыхание, здоровые десны, крепкие зубы. Здесь 400 миллилитров за 168 рублей. Сготовлено 2.01.23 года. Здесь нету фтора, парабенов. Алоэ вера устраняет микрофлору, успокаивает слизистую масло, чайного дерева, природный антибиотик с высокой активностью против гормональных микроорганизмов, грибков, дрожжей. Экстракт женьшения влияет на регенерацию ткани. И миндол сохраняет свежесть дыхания. Делает это Москва. Там разные виды есть. Например, там 2 ополаскивателя. Ну, неплохой бренд. Конечно, косят под Корею или Китай. Не знаю. Возможно, выпадение, естественно. Ну, хороший состав. Вот кто любит такие. Я люблю пробовать разные ополаскиватели для рта. Вот, решила такой попробовать. Но он не сильный. Не как лесной бальзам. Ну, такой приятный. Бывает, знаете, прям сильный. Такой. Нет. Он обычный такой ополаскиватель. Так что присмотрите. Ссылочку на него оставлю. Так. И следующее. Заказала маме пудру. Белорусскую Лило. Я брала за 300, где-то 25 рублей. Первый оттенок натуральный. Подробно сейчас я вам покажу. Пришла запечатанная. Все хорошо. Делает Белоруссия. Срок годности до 8-го, 25-го. Она матирующая. Светлый цвет. Не такая плотная. Ну, пудры, вы видели, сейчас вообще уже подорожали. Пудры уже, ну, 400-500 рублей. Вот. Ну, там за 150-200, это совсем бюджетная. Ну, или со скидкой. Вот такая подушечка. Вот. Вот такой цвет. Я подробно вам покажу. Легко маскирует, матирует. Хорошие цвета. Ну, тоже и на озоне она есть. Тоже ее оставлю. Пудра компактная. Шелковистые и кремовые текстуры. Выравнивает тон кожи практически незаметно на лице. Сейчас как бы такой осенний-зимний период. Кожа у нас не загорелая. Ну, такая светлая. Так, типа, цвет слоновой кости. Ну, не бежевая. Так что, посмотрите обзоры, отзывы перед тем, как выбирать эту пудру. И покажу подробно поближе, как цвет выглядит, чтобы вы понимали. Здесь 11 грамм. Если у вас есть рекомендации, какие вам пудры нравятся, напишите. Порекомендуйте тоже. Будем смотреть. Так что, Белоруссия нас, как всегда, в этом плане выручает. По поводу соли. Вот этой магниевой. Мне очень нравится. Мужу тоже нравится. И цена держится 208 рублей за 3 килограмма. Хорошо расслабляет мышцы. Снимает напряжение. Так что, мы, наверное, теперь будем брать магниевую соль. Вы пробовали? Пишите, как вам. И покажу пудру, как она смотрится. Показываю поближе цвет. Пудра и лон. Вот так она выглядит. Вот видите? И вот такой цвет. Сейчас мы не загорелые. Натуральный вот такой цвет. Пудры, сами знаете, сейчас подорожали. Ну, уже 400-500 рублей. Ссылочку оставлю в описании. И последняя покупка, которую я обещала вам показать, это шуба мутон. Я брала по бюджетной цене. Она на молнии. Чуть-чуть прикрывает попу. Мех чернобурки. Капюшон. Она на молнии. И два кармана. И есть кулиски. Только смотрите, пожалуйста. Потому что на Валберес представлено несколько продавцов. И смотрите материал. У меня чисто мутон гладкий. А есть именно материал астроган. И как, знаете, такой материал, как овечка. Не знаю как. Вот. Конечно же, известные марки, я имею в виду, ну, где можно купить шубу мутон. Это Каляев, Алип, Снежная Королева, Кировская там фабрика, Пятигорск. Если кто ездит, знаете, в Краснодар отдыхать, они там в ларечках эти шубы продают. Вот. И эту шубу я смотрела, вообще присматривала, знаете, наверное, с мая месяца. Ну, вы знаете, что с мая по июль обычно они продают остатки со скидкой. Много производителей, что на пуговицах, да, на крючках. Ну, мне кажется, по современному. Смотрите, пришла она быстро, день-два, вот в таком чехле. Я размер заказывала 50-й. Сейчас она стоит вот так вот, цена туда-сюда и прыгает. Двадцать четыре тысячи, то двадцать семь. Берите, когда, ну, меньше 19-18 тысяч. Вот, скидки все равно будут, может быть, в декабре, в январе. Они периодически обновляют ассортимент размеров. И цена первая ниже, вторая выше из-за того, что мех чернобурки у них обработан краской, ну, чтобы мех не лез. Ну, а чернобурка, она всегда лезет, потому что у меня есть дубленка из снежной королевы. Там мех периодически тоже чернобурка лезет. Так, ну что, давайте распаковывать, я вам сейчас покажу. Да, она не 18 тысяч обошлась. Я заказывала один размер, я не стала дур... Можно заказать несколько моделей. Вот, я хотела какую-то современную. Вот так она выглядит. Вот, сейчас я просто так... Видите, но мех вот все равно лезет. Так, вот так она выглядит. Видите? Если вы любите шубы потяжелее, потеплее, вы за эту цену не купите 19 тысяч. Это надо, уже знаете, чтобы в описании было. Здесь утеплителя нету, да, есть два кармана. И рукав сделан регланом на молнии. И кулиски все есть. И вот здесь, видите, обработано как бы спреем. Я потом вам еще поближе все покажу. Конечно же, вы можете проверить всю сертификацию, все это есть. Есть на молнии из кусочка, да, мутона. Ну, кому какая нравится. Подкладка с утеплителем, ну, утепленная, написано до минус пяти, до тридцати. Ну, до тридцати у нас в Москве не бывает, максимум, ну, двадцати. До тридцати это редко, там, знаете, в пять лет один раз. Смотрите, вешалка есть. Сейчас я вам покажу. Просто одену его так. Понятно, да, я уже вот на свитер специально вам наделаю. Здесь есть кулиски, видите. Ну, сама марка, кусочек ткани. Внутри кожная вставка. Я, конечно, это не люблю, потому что со временем это кожа, все вот трескается. Двойной замок. Мне кажется, на молнии сейчас современной. Есть модели, которые без капюшона. Я как увидела, что есть мой размер, цена снизилась. Я сказала, все, я беру. Вот, видите. И даже если я еще теплую куртку одену, вот так она смотрится. Я потом поближе, ну, подробно на расстоянии покажу. Видите? И голубым каким-то спреем она обработана, чтобы не лезла. Вот, видите. Северный алин. И современная, на молнии. Она не очень легкая. Но кто, вот знаете, привык к такие тяжелые шубы, тогда это не для вас модель. Она универсальная. Кто-то берет даже на 42-й. Это не реклама, все за свой счет покупалось. Вот, может быть, кто ищет такую современную модель. Там размер даже, понимаете, до 60-го или до 58-го. И каждые три недели они отшивают. Кусочки хорошие. А есть материал, знаете, это вот у меня, да, мутон, а есть прям астроган. Я про него не люблю. Материал астроган. У меня уже жарко в ней. Жарко уже. Так, вот они, кулиски. Можно здесь затянуть. Вот, метель. Для меня важно капюшон. В шубе вот прям обязательно. В любой куртке, в дубленке капюшон обязательно. Потому что если мне шея продует, я, конечно, понимаю, что сейчас без капюшона, вот. Вот. Обязательно при покупке проверяйте все. Если что-то не нравится, лучше откажитесь. Ну, всякое бывает. Потому что люди разные, меряют разные. Вот видите, я вам показываю. Ну, и кармашки вот на молнии. Тоже тут кожаная вставка. Я поближе вам все вот ее покажу. Мне уже жарко, ребят. Очень жарко. Вот, видите. Поближе вам так покажу. Ну, не знаю, сколько проношу, столько проношу. Ну, наверное, пару раз одену. Потому что у нас такая зима, бывает мокрая. То снег, то дождь, то все тает. То плюс, то минус. Ну, пишет, что можно даже осенью, кто мерзлявый. И знаете, что подойдет, наверное, эта модель, она короткая. Ну, попы чуть-чуть прикрывает. Она подойдет, например, за рулем. Даже в общественный транспорт надеть. Не жалко ее будет. И внизу тоже кулиски. Я потом все подробно покажу. Есть кулиски, где можно затянуть. Так что всем моим родным понравилось. Это называется «Я сама себе сделала подарок». Но многие деньгами давали. Еще сама накопила на 18 тысяч. Но это не так дорого. Мы знаем, сколько норка стоит. Но норка нет смысла в Москве. Она не оправдывает. Это если у вас только статус, машина. Показываю поближе. Видите? Ну, чтобы вы видели, как шито все. Но он все равно немножко, видите, лезет. Хоть они и спреем обработали. Вот, даже видно, видите, голубой чуть-чуть цвет. Но это ничего страшного. Первым снегом. Вот, показываю, как сшито все. Видите, швы все. Сзади вот так капюшон выглядит. Чтобы вы видели подробно, как капюшон выглядит. Как мех выглядит. Вот кулиска. Вот такая. Это мутон. А бывает астроган или кусочками. Вот вешалка. Хорошая подкладка. И здесь, видите, кожаная вставка. Обязательно проверяйте, чтобы ничего не царапин. Потому что, если кожа поедет, восстановить очень сложно. У меня просто был такой опыт уже. Вот такая молния. Видите, да? Подкладка. Вот здесь есть кулиска. И вот здесь тоже есть кулиска в рукаве. Сейчас покажу. Повешу, навешу, к вам все покажу. Видите, она вот показывает. Здесь тоже кожаная вставка. Карман. Ну, подкладка не такая дешевая. Знаете, бывает тонкая, но нет. Хорошая подкладка. Вот она. Здесь тоже, видите, кожаная вставка рядом с молнией прошита. Замок хороший. Здесь рукав. Вот так она выглядит. Здесь только со временем может, ну, там, спустя несколько лет протереть. Вот так она внизу сшито. Все подробно вам показываю. Вот видите. Вот так она смотрится сзади. Я включила подсветку, но чтобы вот цвет играл, вы видели шкурка, как сделана. Вот так капюшо. Вот так капюшо. Пока довольна. Спустя время, если что-то. Но здесь ничего не случится. Есть побюджетнее, да, там шубы по 14 тысяч, но они, знаете, такими кусками, или как астроган сделан, такие на шнуровке. Не чисто гладкий мутон. Побюджетнее по 14-13 тысяч есть. Есть на пуговик, есть без капюшона. Пишите, какой. А, давайте я вам покажу вот кусочек. Здесь все, вот видите, артикул. Пятигорск, мой любимый, делает, видите. И здесь все никак. Что можно с ней, как бы делать. Это их товарный знак. Вот такие были покупки за октябрь месяц. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что очень маленькая подписка. Потому что смотрят без подписки, чтобы не пропускать вашу любимую рубрику на канале. Поддержи меня подпиской, мне будет приятно. Если поставишь лайк, просто расцелую. Немного покупок, но все ссылочки будут в описании. В ноябре не знаю вообще, будут покупки. Наберутся, не наберутся. Будем смотреть все по факту. Ну что, будем прощаться на этой хорошей ноте. Пишите комментарии, рекомендации. Всех целую. Обнимаю. Желаю хорошего настроения. Крепкого здоровья. Всего светлого. Лучшего для вас. Не унывайте. Всех целую. С вами была Леонид Наглазки. До следующего видео. До скорых встреч. Всех целую. Пока-пока.